Всем привет! Сегодня поговорим с вами о медицине в Болгарии. Немножко затронем тему аптек и расскажу вам истории, которые приключились лично со мной. И как вы знаете, у человека уж такая натура, что хорошее мы не помним, воспринимаем это как будто так и должно. А вот если что-то происходит, особенно когда доводят до слез, уж это мы запоминаем навсегда. И сейчас хочу поделиться еще, друзья мои, с вами, прежде чем перейдем к теме, вот этим прекрасным болгарским солнцем. Вот этим утром, может быть, вы даже услышите, как квакают лягушки. Когда вы переезжаете в Болгарию, гражданином какой бы страны вы ни были, вам обязательно понадобится медицинская страховка. Если вы не обладаете паспортом Евросоюза, вы покупаете страховку, она может быть самая простая, обыкновенная, которая покрывает только какие-то экстренные случаи, а может быть приват. Стоит она, безусловно, дороже, но при этом вы можете уже воспользоваться какими-то услугами специалистов, которые покрывает эта страховка. Исключения могут составлять граждане Евросоюза. И то, безусловно, не все. Зависит это от их страховой компании, которую они оплачивают, ну, например, в Германии. Страховки в Германии, ведь, согласитесь, тоже разные. Что-то они охватывают, что-то нет. Так вот, если в вашей страховке есть определенный пункт, то эта страховка может объединиться с болгарской здравной кассой. Все эти медицинские страховки, безусловно, имеют какие-то подводные камни. И даже заключая контракт, когда вы у них спрашиваете, а что охватывает эта страховка, по сути толком вы никакой правды не добьетесь. Но даже вот эти вот, приват, страховые компании, которые берут с вас гораздо дороже, и которые обещают, что все-все-все в эту страховку входит, как только дело касается каких-то дорогостоящих моментов, они запросто могут вам отказать. В оплате, допустим, какой-то операции. Но знаете одно, обладателем какой бы вы страховки не были, если происходит какой-то неординарный случай, есть угроза в вашей жизни, спешно помощь бесплатно к вам обязательно приедет. Нужно только позвонить по номеру 112. Граждане Евросоюза, они, если имеют в своей страховке, как я уже сказала, определенный пункт, они могут объединить свою страховку с здравной кассой в Болгарии. Что для этого нужно сделать? Безусловно, вы приходите, допустим, вы проживаете в Германии, приходите в свою страховую компанию, уточняете, есть ли такой пункт в вашем контракте. Вам отвечают, да, пункт такой есть. Вы пишете заявление, говорите о том, что вы переезжаете в Болгарию, берете это заявление и, приехав в Болгарию, идете с ним уже в болгарскую здравной кассу. Если вы так не сделаете, просто сам процесс будет гораздо дольше. То есть вы придете в здравную кассу, напишите заявление. Это заявление отправят в вашу страну, будут ждать ответа, то есть будет идти время. Когда вы придете сами и на руках уже у вас будет заявление, процесс будет гораздо быстрее. Когда вы получаете удостоверение от здравной кассы, вам необходимо найти личного лекаря, который будет устраивать вас. Возможно, вы будете искать доктора, который говорит на немецком языке. Не всегда так получается, но такое возможно. И если вдруг вы захотите отправиться к какому-то специалисту, вы должны только получить направление от личного доктора. На все анализы, на все какие-то исследования, на все, на все, чего вы только захотите получить, что вас только встревожило вдруг какое-то состояние здоровья. Вы сначала идете к личному лекарю, он дает вам направление, и вы отправляетесь к специалисту, который вам необходим. Если вы цепочку эту нарушите, то есть сразу идете к специалисту, здесь удостоверение здравной кассы работать не будет. Вы будете оплачивать этот прием и все последующие назначения. А если ваша страховка, несмотря на то, что вы являетесь гражданином Евросоюза, не имеет такого пункта, то в Болгарии вам придется покупать свою страховку, которую вы уже выберете. Кстати, для граждан Евросоюза есть еще такой момент. Смотрите, если вы решили вдруг жить на две страны. Ну, допустим, три месяца вы живете в Германии, и все остальное время вы живете в Болгарии. При этом вы свою страховую компанию в Германии не уведомили о том, что большее количество времени вы проживаете в другой стране. Если у вас случится, например, в Болгарии какой-то сложный случай, здесь вам сделают операцию, вы будете думать, что страховая компания вам оплатит. Не факт, что это у вас получится, потому что вы не предупредили их о нахождении в другой стране. То есть надо обязательно уведомить вашу страховую компанию и выяснить, что нужно для того, что если произойдет здесь какой-то страховой случай, что нужно иметь вам на руках для того, чтобы вам потом сделали возмещение за потраченные средства. Те же, кто наконец стал обладателем вот этого листика формата А4 удостоверения от здравной кассы, на нем стоит синяя печать, и это оригинал. Так вот, к какому бы вы, врачу, не отправлялись, вам обязательно нужно иметь с собой копию этого удостоверения. И ни в коем случае не отдавайте оригинал. Только копии, но на каждом приеме, возможно при получении в аптеке каких-то медицинских средств, вам обязательно необходимо будет, если у них вдруг нет копировального аппарата, иметь эту копию. Иначе по забывчивости вы вдруг оставите им оригинал, и потом придется очень сложно его восстанавливать. Причем, когда вы объедините свою германскую страховку с болгарской здравной кассой, это не говорит о том, что ваши платежи в Германии как-то уменьшатся. Вы будете платить всю ту же сумму, но обслуживать вас будут уже специалисты в Болгарии бесплатно. Если вы нуждаетесь в каких-то препаратах медицинских, например, вы должны получать инсулин. Вы будете получать его в Болгарии точно так же бесплатно. И, безусловно, встает вопрос, как же я живу тут в селе. В нашем селе, например, нет медицинского кабинета, нет доктора. Ближайший доктор, например, личный лекарь, находится от нас в 13 километрах в городе Тополовград. Если что-то произойдет, вот его не дай бог, то к нам обязательно приедет спешно помощь. Если кто-то лежачий пациент, то к ним тоже приезжают, есть такой автомобильчик, я забыла, как называется, извините, это помощь, но приезжают, делают людям укол. То есть без медицинской помощи вы в Болгарии точно не останетесь. И да, когда вы, например, переезжаете, вот как мы переехали в село, ездить вам в предыдущее место вашей жизни неудобно, вы должны поменять лекаря. Сделать вы это можете в связи с переездом в любое время. Если же вы, живя на том же самом месте, вдруг решили, ну не складываются у вас как-то отношения с врачом, решили поменять вашего личного лекаря. Нашли, допустим, доктора, который говорит на немецком или на необходимом вам языке. Сделать вы это можете только один раз в год, а не то, что вот сегодня месяц попробовал этого доктора, на следующий месяц другого, к сожалению, это невозможно. Возвращаясь к личному лекарю за помощью, безусловно, он вам выписывает рецепт. По рецепту медицинские препараты вы можете получить в любом месте, не обязательно по месту жительства. Поехали вы, допустим, куда-то образно в город Бургас или в Софию или в Варну, в Хасково, вы предъявите этот рецепт и вам обязательно предоставят необходимые медицинские препараты. Точно так же и имея направление к какому-то специалисту, у вас нет привязки к вашему адресу жизни. Вы можете с этим направлением обратиться к любому доктору, который вам необходим, в любом городе. Считаете вы, что, допустим, в городе София доктора гораздо профессиональнее. Вы можете заранее записаться на прием и приехать к необходимому доктору. Ну, по телефону, безусловно, запись тоже существует. И есть рядом с нами клиники, которые могут помочь в каких-то ситуациях. Допустим, в городе Тополовград есть клиника под названием СБАЛ. Расшифровывается как специализированная больница за активное лечение. В Тополовграде есть и зубной кабинет. Но, конечно, широкого спектра специалистов тут нет. Если мы нуждаемся в каком-то другом специалисте, мы можем отправиться в город Елхова. Он от нас находится в 24 километрах. В Елхова гораздо больше специалистов. Там есть и медицинский центр. Есть многопрофильная больница за активное лечение. Есть спешная помощь. Есть зубной кабинет. И есть, конечно, место, где вы можете сдать анализы. А если вдруг вы не доверяете докторам в Елхова или в Тополовград, сомневаетесь в их профессиональности, вы можете отправиться в город Ямбал. Он находится от нашего села в 60 километрах. Там уже есть и кардиологический центр, и всевозможные поликлиники, и всевозможные анализы вы можете сдать. Но большой город, как вы понимаете, там есть практически все. Но если не доверяете Ямбалу специалистам, отправляйтесь в любой, какой только угодно вам город, не забыв взять с собой копию удостоверения от здравной кассы. И знаете, это все замечательно. В принципе, болгарской медициной мы очень довольны. Но что выматывает? И я обещала вам рассказать ведь истории. Сколько в этой стране мы чужденцы? Оформление для нас вот этих документов занимает немножко больше времени и отнимает немножко больше у нас нервов, чем у граждан Болгарии. Поскольку чужденцам оформление как-то в программе, которая сейчас вся общая на всю Болгарию, то есть рецепты электронные, протоколы электронные, все направления электронные. Так вот, для нас, чужденцев, если вдруг вы попадаете в регистратуре на человека, который ни разу, а может быть и разу сталкивался с чужденцами, он не может найти вас в базе. Ой, слушайте, последний случай кардиологический центр в городе Ямбал. Причем в регистратуре сидит человек, который, я думаю, мы не первые, не последние чужденцы приходим в эту клинику. Человек не хочет запоминать, не хочет изучать и просто натурально мучает своих посетителей. Вы приходите за час раньше. Я уже привыкла вообще к такому обслуживанию, что люди долго ищут, но люди пытаются найти. И поскольку все-таки я в этой стране гость, я принимаю эти условия. Но есть люди, которые хотят найти и помочь, а есть люди, которые зациклены на каких-то определенных формулах. То есть вот она знает, что вот здесь можно делать только так. И отступать от этих методов совершенно человек не хочет. Поскольку я очень долго работала на своей работе в компьютере, я понимаю, что такое программа. И что если где-то человек не знает, что нужно поставить какую-то галочку, вы никогда не найдете то, что вам необходимо. Так вот, постоянно в любой клинике, в любой аптеке мы постоянно с этим сталкиваемся. В этот раз мы провели больше часа в этом центре, чтобы нас нашли. Причем я подходила, говорила, девушка, я вижу, вы не можете справиться. Человек тупо 300 раз нажимает на одну и ту же кнопочку и ничего не хочет изменить. Я попросила позвонить в техподдержку, потому что я уже с этим сталкивалась. Как только человек звонит в техподдержку, все меняется и через 5 секунд все находится, что необходимо. Но почему-то, я не знаю, почему такой барьер для людей, работающих на регистратуре еще где-то, они не могут позвонить в техподдержку и спросить помощи. Я не знаю, почему, с чем это связано. Может быть, у них есть какая-то такая установка, что нельзя звонить. Но когда мы отсидели час и терпение у пациента, которого я сопровождала, уже лопнуло, я подошла и попросила еще раз, позвоните в техподдержку. Почему мы должны столько времени ждать? И вуаля, буквально через 3 минуты все получилось, все нашлось. Я никак этого не могу понять. И вы знаете, постоянно так. Зимой, когда я болела, я рассказывала. Я тоже обращалась в одну из поликлиник, в которую я ни разу не ходила. Новая поликлиника в городе Бургас. Мы пришли туда в регистратуре. Девушка. Вот она берет у Болгар личную карту, требует у меня. Я говорю, девушка, моя личная карта вам не подойдет. Вам нужно мое удостоверение. Вам нужно вот этот номер. Я уже не раз бывала у врачей и знаю, что необходимо. Как происходит этот процесс. Я заинтересована в том, чтобы меня быстро обслужили. Девушка нет упорно берет мою личную карту, заявление. Это удостоверение отталкивает. Не надо ей. И начинает 205 раз щелкать вот этот мой номер в этой программе. Программа, естественно, горит вся красным цветом. Ничего не подходит. Она, значит, мне эту личную карту швыряет. Ничего не знаю. У вас неправильно выписан документ. Мой документ, который был направлением к врачу, выписан. Там, знаете, выписывают ведь не только направление к врачу. Но в этом списке могут быть и анализы. И где работают профессионалы, приходишь и люди быстро тебя находят. Так вот, перед тем, как обратиться к врачу, я сдавала анализы. И там очень быстро меня нашли без всяких проблем. И я ей говорю, если бы этот документ был выписан неправильно, я бы не смогла сдать сейчас анализ крови. Посмотрите, я его сдала. Мне нужен вот этот доктор. Девушка опять у меня берет эту личную карту. Ни в какую не хочет меня слушать, что нужно просто вбить номер моего удостоверения. Почему так происходит? Потом приходит другая коллега, берет, наконец, мое удостоверение, вбивает в программу. И вот. Я не думаю, что это связано с какими-то усталостью на работе или еще с чем-то. Я просто думаю, что часто люди не хотят, может быть, учиться, не хотят развиваться и не хотят запоминать. Но если вы не хотите это делать, окей, к вам ведь приходят разные пациенты. Напишите себе памятку на бумажке, что когда приходит чужденец, вот здесь мне нужно поставить вот этот его номер, а вот здесь мне нужно поставить галочку. И вы не будете создавать, во-первых, очередь. Ведь за мной встал большой хвост таких же людей, которые нуждаются в помощи. И не выглядит эта ситуация глупо. Потом, знаете, у меня такой характер. Если я пришла, и я уверена, что вот здесь все правильно, я не уйду. Это написано, извините, на моем лице. Я никогда не грублю, я не спорю. Хотите вы мою личную карту? Да, пожалуйста. Просто мы сейчас потратим с вами гораздо больше времени. Зачем нам это надо? И человек ведь, который работает, я, поскольку знаю, что такая ситуация будет, я не испытываю какого-то нервного возбуждения. А человек, который работает и сталкивается с этим впервые, она ведь нервничает. Ну зачем это? Что по аптекам? В аптеке точно так же. Вы приходите, до этого были рецепты неэлектронные, теперь рецепты электронные вас должны найти в программе. Вы приходите с этим удостоверением. И вот в аптеке сидит человек, который все время работал только с гражданами Болгарии. Для него нет проблем. Быстро очень все это выдадут, выпишут. Но как только человек сталкивается с чужденцами, все. Это просто, я не знаю, стрессовая ситуация. Не знают, куда чего щелкнуть, не знают, какой номер куда вбить. И очень долго мы, живя рядом с Бургас, искали аптеку, которая не будет мотать нервы. Потому что, допустим, получится один раз, вы приходите на следующий месяц, лекарства получает мой муж ежемесячно, вы приходите на следующий месяц, и они делают все для того, чтобы вы больше не приходили в эту аптеку, скажем так. Потом мы благополучно нашли аптеку, где был замечательный, он и есть на самом деле, молодой человек, мужчина. Он знал все. Он очень быстро обслуживал нас, и все на свете. Но он же понимает, мы работаем не ежедневно. У человека должны быть хотя бы два выходных на неделю. Графика его я не знаю. И вот случилось однажды так, что мы пришли, этого человека нет. Сидит, обслуживает сама заведующая. Заведующая аптеки, которая не знает, как работать в программе. В общем, мне, глядя в глаза, начинают просто врать. Вот ложь, это, я считаю, самое худшее, что может быть. Во-первых, не надо думать, что пациенты дураки. Если я работала в программе, я прекрасно понимаю, если передо мной отпустили 5 человек, граждан Болгарии, как я это определила, ну, потому что они говорили все идеально на болгарском. Значит, они живут в этой стране, они называют номер, программа их принимает. Вдруг прихожу я, мне говорят, программа не работает. Я говорю, в смысле не работает? Программа не работает. Я говорю, почему, когда вот этот мужчина у вас на месте, со мной всегда программа работает, почему она сейчас не работает? Заведующая пытается дозвониться этому человеку, но он может не отвечать, да, на выходном. В общем, вы знаете, и это выглядело так, что меня красиво посылают, почти посылают вернуться на мою родину. И я не знаю, как так случилось, заплакать меня очень сложно заставить, но почему-то вдруг я так пожалела себя. У меня вдруг по щекам потекли слезы. Сказала, что это просто неприемлемо, когда топ-менеджер, да, высшего звена сидит и не знает, как работать в программе, как этот человек может управлять, допустим, аптекой. Я ушла домой, оставила номер, сказала, пожалуйста, позвоните мне, когда ваш специалист будет на месте. Нам позвонили, но после этого случая, вы знаете, у нас настолько наладились отношения, кстати, заведующая это теперь нет в аптеке, и это не моя заслуга. Возможно, ну, может быть, она плохо со своими обязанностями справлялась, и было не только дело в программе, да, ведь если человек не может в программе разобраться, как он может управлять людьми, может быть, ее повысили, я не знаю этой истории, я знаю точно, что сейчас в этой аптеке ее нет, я никуда не звонила, конечно же, не жаловалась, да и ни к чему все это, но сейчас в этой аптеке работают люди, которые все знают, как обслуживать чужденцев. Это очень приятно, что все-таки есть специалисты, которые могут помочь. И это ведь говорит не только, что вот так в Болгарии, такое может происходить в любой стране. Какое делаем с вами вывод? Безусловно, нужно иметь терпение, никогда не заводиться по пустякам, быть настойчивым, и, конечно, пытаться найти взаимопонимание с людьми, от которых вы зависите. Все-таки мы зависим от аптек. И, безусловно, всегда побеждает доброжелательность. Будем мы доброжелательны, будут доброжелательны к нам в аптеке, и забывать по-быстрому все эти ссоры. Итак, вроде бы все, что хотела, все вам рассказала. Жду от вас комментарии, жду от вас истории, с которыми вы сталкивались. Обязательно, если вы попадали на прием к доктору, который оставил неизгладимое, приятное впечатление у вас, обязательно тоже об этом напишите, потому что это важно. Мы должны знать своих героев. Желаю вам всем здоровья, и до скорой встречи, мои дорогие друзья. Обнимаю вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok